Здравствуйте друзья, как у вас дела? У нас сегодня новый формат. Теперь вы видите то, что вижу я у меня перед глазами презентация. Раньше вы видели только мою голову. Подождем еще. У нас пока только 32. Подождем еще франкотеку. Все вижу и представляете, у меня еще есть одновременно прям я вас всех вижу. Людмила, Мария, Александр, Ольга, Татьяна, всех я вижу. Подождем еще других. Мне кажется, ребята другие, они наверное даже не могут поверить счастью, что все так легко, все быстро. Если вы подписаны на нашу страницу, если вы подписаны на страницу франкотеки, если вы зарегистрированы, для вас это не сюрприз. Мы, во-первых, всех предупредили, а во-вторых, еще и оповещение пришло. Оповещение не мы контролируем. Если вот кто-то просил, чтобы оповещение ему приходило, это контролируете вы. То есть вы делаете настройки и разрешаете нам оповещать вас. То есть это надо подписаться, наверное, на страницу. Можно ее просто полюбить, а можно еще и подписаться. И тогда вам прям будет все приходить. Наталью вижу, Ольгу, Екатерину, Людмилу, Дарью, Любовь. Это здорово. Я прям всех вижу, прям все одновременно. Сейчас я буду немножко ликовать, наверное, минут пять, не веря своему счастью. Удобно так или сейчас вы еще более поймете, как это вообще здорово, потому что вы будете видеть новость саму. Прекрасные перемены. Да, прогресс не стоит на месте, мы не стоим на месте. Мы с франкотекой нашли решение. Спасибо большое Татьяне, которая активно помогала днем и ночью. И вот мы все-таки присоединились к этому. Здорово, 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 здорово. Нас пока 46. Нас пока 46. Я представлюсь, если кто-то в первый раз, напишите, что вы в первый раз. Рада вас видеть. Меня зовут Ли Юлия, я преподаватель французского языка в школе, французского языка. В принципе, на странице этой школы вы сейчас находите или на странице франкотеки наших самых близких и любимых партнеров. Этот цикл называется «Французский язык через новости». Проходит он ежедневно пять дней в неделю по циклам. То есть вот мы сейчас устраиваем третий цикл, не всегда, а не подряд. И мы сейчас думаем по поводу того, продолжать или нет. Актуальные новости только беру. То есть сегодня мы с вами проходим новость, которая была опубликована вчера или даже иногда в день в день я нахожу новости какие-то. Готовлю документ. В документе всегда есть интересная лексика, разумеется, не вся, но которая тематическая, касается именно новостей конкретной. А далее есть еще раздел, который называется «Ля граммэре левомарки». И там я уже даю комментарии по каким-то интересным конструкциям, грамматическим или лексическим или что-то вообще интересное, что меня лично привлекает. Я даю примеры и еще какие-то рекомендации. Статью я читаю. Сначала медленно очень, чтобы вы восприняли ее первый раз. Потом переходим к лексике, потом я перевожу дословно. И потом еще раз проходим грамматические эти моменты. И я читаю в самом конце, а вы слушайте, наслаждайтесь и надеюсь, что максимально все понимаете. Пишите, кто в первый раз. Интересно и обязательно. Сегодня 14 выпуск, а это значит, что 13 выпусков у вас еще впереди. Желательно все их смотреть не 13, 12, 11, а сначала. То есть первый, второй, третий, потому что мне уже становится скучно иногда какие-то вещи повторять. Все одно и то же иногда. Например, была такая графа, как организация статьи сайта. То есть там хомпейдж, вот этот окей на французском и так далее. Но я думаю, что 14 дней подряд изучать страницу окей немножко скучно, и поэтому уже два занятия я не рассказываю. То есть 12 раз окей, мы все запомнили, а уже потом я уже этого не делаю. Если какие-то вопросы у вас возникают, обязательно задавайте. Мероприятие организовано совместно с франкотекой и библиотекой иностранной литературы. Так что спасибо вам большое за поддержку. Если у вас какие-то вопросы возникают, вы задавайте. Они уже прямо в процессе будут отвечать вам в чате. Если вопросы какие-то более специфичные, я смогу ответить потом. Может быть, даже сейчас у нас с вами так прям директ-директ, впервые в жизни. И если вам все понравится, во-первых, ставьте лайк здесь, во-вторых, отзывы оставляйте свои и у них на страничке, и у нас на страничке, и везде. И мы будем вам очень благодарны. А через какое-то время, я думаю, что через часа два, это видео появится еще и в YouTube. Для того, чтобы начать работу, обычно нам нужен был документ. Сейчас, в принципе, вы будете видеть все, что вижу я, и даже если вы его не скачали, вам будет комфортно и удобно. Ну, я думаю, что мы начинаем. Ну, не вас. Сначала я читаю. Сначала картинка. Вот я не делала картинок обычно, но эта картинка, она такая прекрасная, что посмотрите на лицо этой женщины. Это очень смешно. И вот этот мужчина, который у нас, посмотрите, пожалуйста, говорит, что в шортах сидит. Я не знаю, верите ли вы ему, нет. Те, кто верит, напишите плюс. Те, кто не верит, напишите минус. Уж слишком коротки. Но, наверное, он говорит правду, с чего бы ему врать. Читаем статью. Вы слушаете, если у вас уровень больше, чем B1, вы можете просто слушать и как раз-таки для себя вычленять ту лексику, которая вам незнакома. То есть потом вы получите истинное удовольствие от того, что вы в конце будете все понимать. А если вы... Уровень у вас А2, например, или чуть поменьше, вы можете смотреть на текст, потому что у вас тоже будет вот эта вот база перед глазами, и вам не будет так стрессово, если вы вообще ничего не понимаете. On y va. On y va. On y va. On y va. Не верят. Ну, я тоже, если честно, не верю. On y va. Accueil, Entertainment, Тélévision. Un journaliste rate son cadrage et se filme sans pantalon lors d'un duplex à la maison. Fail. Ce journaliste de la chaîne américaine ABC en télétravail a reconnu avec humour s'être trompé de cadrage, mais affirme qu'il s'agissait d'un short et non d'un caleсон. Publié le 29 avril 2020 à 18h05. Mise à jour le 29 avril 2020 à 18h05. 5 commentaires, 564 partages. Le télétravail pour les journalistes a toutes sortes de conséquences inattendues, y compris celle de révéler une intimité sans l'avoir vraiment choisie. Ce qui est arrivé à un journaliste américain de Good Morning America, la matinale de la chaîne américaine ABC. Will Reeve avait revêtu une veste grise, tout ce qu'il y a de plus pro, et son sujet ne se prêtait pas vraiment aux blagues. Il expliquait que certaines pharmacies avaient recours aux drones pour livrer les médicaments, mais il pensait sans doute que ses jambes seraient cachées par un bandeau d'informations. Le journaliste a eu ensuite suffisamment d'autodérison pour se moquer de lui-même. Intimité. De nombreux internautes l'ont remercié pour cette tranche de rire, certains le qualifiant de héros national. Son collègue Georges-Stéphane-Poulos a renchéri en affirmant que lui non plus ne portait pas de pantalon ce jour-là, mais que sa caméra était juste un peu plus haute. Comme pour les politiques, le télétravail change les pratiques journalistiques et le confinement fait parfois pénétrer dans l'intimité des journalistes. On a aussi vu de nombreux animateurs et nombreuses animatrices TV posées devant des bibliothèques. Et les spectateurs et spectatrices du 13 de TF1 ont une vue prenante sur le jardin de Jean-Pierre Pernault, un journaliste découvert dans son habit de travail d'intérieur. Cela devait bien arriver en jour. Alors dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous avez aimé l'article? Est-ce que ça vous fait rire? Как вам вообще статья? Заставляет ли она вас смеяться, как меня? И пару слов о ней, потому что мне она очень понравилась. И, в принципе, вот наша с вами вот эта линия, мы с вами должны говорить о Comfinmo, чтобы, как я каждый раз говорю, включить телевизор и быть в курсе событий. Мы вообще-то не предали эту линию. Мы включаем телевизор, он, бедный, работает из дома, потому что Comfinmo. И вот такая оказия случилась. Voilà. Oui, génial. Все удобно, да? Супер. Теперь, по традиции, по традиции. Oui, c'est drôle. Oui, ça fait rire. По традиции, я сейчас вам делаю анализ вот этой лексики, и мы еще, если кто вот не был у нас, он не привык, а я напоминаю, я прочитываю первый раз и перевожу, а потом мы делаем отдельные упражнения именно на артикуляцию и на акцент. То есть вы очень хорошо и громко все произносите. Прямо вы должны быть суперактивные. Представьте, что мы с вами наедине занимаемся, и вы прям стараетесь, стараетесь, потому что я слышу вас. И смотрите, звук должен выходить из вас, и вы можете представить, что как раз-таки экран, вам нужно его, можно сказать, сдуть, чтобы вот он как цель такую видел в камере и пытался выйти. Можно себе рукой помогать. Я вам буду показывать, я артикулирую не просто так. В обычной жизни я меньше артикулирую. Например, я произношу глагол «агаты», и мне нужно руку себе помочь, чтобы воздух действительно вышел. Иногда он прямо у нас тут, можно сказать, застревает. И вот такого по-французски нет. В общем, свободу звуку. Начинаем. Le vocabulaire du sujet. Если я тяну, вы тянете тоже. Если я как-то артикулирую, широко открываю рот или вытягиваю губы, вы делаете точно так же. Le vocabulaire du sujet. Все так сделали? Gaté. Gaté. Gaté – это значит что-то пропустить, например, поезд, а здесь еще, это может… это не может быть… это антоним глагола réussir – что-то хорошо сделать, а он сделал плохо, то есть ему не удалось. Он, вот как fail был, у нас там надпись, то есть провалилась его вот эта идея с тем, как нужно было угол камеры настроить. Всё, это потеряно, не получилось ничего. Дальше. Слово le cadrage. Я надеюсь, что все произносят хорошо, и же, у них яркое же, и вообще ни капельки не похоже на ше. Дальше. Это вот этот вот, как раз-таки, ну, все понимают, даже, мне кажется, по-русски, кадрирование очень похожее слово, то есть, что входит в картинку, когда вы, например, фотографию какую-то делаете или снимаете видео. Se filmer — это значит снимать себя. Se filmer. Se filmer. Un duplex. Un duplex — это как раз-таки вот теремост такой между двумя точками. Duplex. А вообще еще duplex, вы, наверное, чаще слышали, что квартира, на которой два этажа, она бывает прям совсем маленькая студия, но кровать вот на втором, спальня на втором этаже, это вот называется duplex во французском. И вот такой же тоже телемост, можно сказать, мне кажется, так переводится по-русски. Дальше. Un teletravail. Будучи на удаленке, на удаленке, как по-русски. Un caleçon — это как раз-таки мужское нижнее белье, caleçon. Voilà. В русском у нас тоже такое слово есть. Un short. Shorty. La matinale — это прилагательное осталось, а вообще-то это l'émission matinale. Передача утренняя, то есть утренний выпуск, утренняя передача. L'émission matinale, но тут просто la matinale. Revitir quelque chose. Revitir quelque chose — это что-то надеть. Ну, это красивое слово, как одеяние такое. Я вот обычно не говорю, что я сегодня надела, и вот это слово употребляю. Если я что-то хочу надеть, это будет глагол abier или mettre даже проще. А это revitir специально, что он вроде бы так, там же во фразе было, что он надел вот этот вот пиджак свой. Прямо что может быть еще более профессионально, чем сидеть, вести эфир в пиджаке, в рубашке, вроде бы как в студии. А внизу что-то пошло не так. То есть вот и они специально на контрастах выбрали этот глагол revitir. Просто бы mettre было бы меньше юмора. Я надеюсь, что вы это чувствуете. Или не чувствуете, я вам передала это чувство. Дальше. Une veste. Почему-то очень часто переводят как куртка, но вообще во Франции только зимой куртки носят, а вест произносят всегда и везде. Это еще и пиджак. Une veste. Ensuite. Livrer les médicaments, d'octavlats medicamentes. Un bandeau d'afformation. Это вот это вот, я даже забыл, как называется, вот это вот прямоугольная штука, на которой написана вся информация. Вот как она называется, кто-нибудь знает? Приоделся, да, даже как-то красивее глагол. Что такое un bandeau d'afformation? Вот он надеялся, что вот это будет его прятать в то, что внизу. У кого-то есть какие-то варианты, скажите, пожалуйста. Но я думаю, что я объяснила, вы, по крайней мере, понимаете, что это. Дальше. L'oto de raison. Я обожаю это слово. Во-первых, оно похоже на какое-то очень красивое слово, и его приятно произносить. L'oto de raison. И оно переводится как самоирония. Новостная лента. Но обычно новостная лента, мне кажется, что она должна куда-то бежать. А это не бежит. Это вот прям зафиксировано. Потому что еще вот это вот, то, что бежит, это flash d'afformation. Voilà. Новостная полоса, может быть, да. L'oto de raison. Самое ирония. Дальше. Сумоquer de quelqu'un. Насмехаться над кем-то. Раншерир. Это чему-то придавать цену. А еще есть, то есть, еще дальше пойти и в... Ну, вот еще дальше пойти в каких-то действиях. То есть, это больше подчеркивать. Раншерир. Ну, вот видите, что это корень на шер дорогой. Дальше. La tranche de rire. Транш – это кусочек. Это такая... Вот обычно он тонкий, и вот тут tranche de rire – это очень интенсивный, короткий смех. Вот они увидели и посмеялись. Спасибо вам большое. И облачился. Хороший вариант Диана. Облачился, да, мне кажется, прям. И он облачился в пиджак. Что может быть более профессиональным? Ну, вот, то есть, вот так. И слово l'intimité – это интимность. Мне так нравится с вами общаться. Вы бы видели. Я прям все читаю. Я не могу в это поверить. 21 век, наверное, это нормально. Я к этому привыкну. Теперь читаем очень хорошо. Открываем рот. Прям потом мне напишите, кто собой доволен от одного до десяти. Что прям так произнес, так произнес, что прям вообще великолепно. Начинаем. Ратер. 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 Поехали. Veste, livrez les médicaments, livrez les médicaments, un bandeau d'information, un bandeau d'information, l'auto-dérison, l'auto-dérison. Se moquer de quelqu'un, se moquer de quelqu'un, renchérir, renchérir, la tranche de rire, la tranche de rire, l'intimité, l'intimité. Et voilà, super, on a fini, закончили. И теперь я перевожу дословно, что-то не та у меня новость, le département, une seconde. Voilà, voilà, это новость. Перевожу некрасиво, но зато дословно, и всё вам должно быть понятно. И теперь, если вдруг что-то непонятно, вы прям сразу здесь пишите, и я вам прям сразу здесь отвечаю. Окей, первая страничка, entertainment, то есть развлечение, entertainment, в русском тоже часто употребляемое это. Телевизион, телевидение, журналист провалил своё кадрирование и заснял себя без штанов во время телемоста в своём доме. Фэйл, ну, мне кажется, фэйл не нужно переводить, то есть провал. Провал. А, ну, я вас не спросила, я сейчас спрошу потом. Этот журналист канала американского ABC на удалёнке признал с юмором, что ошибся в кадрировании, но утверждает, что речь шла о шортах, а не о нижнем белье, не о кальсонах. Пять комментариев, 564 человека поделил их. Кстати, комментарии читайте, иногда они бывают смешные. Здесь такие себе комментарии, а вот бывают смешные. Дальше. Удалёнка для журналистов имеет всячески неожиданные последствия, в том числе открыть вот эту интимность, личную жизнь, не выбрав это по-настоящему. То есть как-то так получается, что мы что-то про свою жизнь рассказываем многим-многим людям, но это не наш выбор. Просто так как мы закрыты в своём доме, это получается, естественно, нет выбора. Дальше. Именно это, c'est ce, именно это, qui est arrivé, что произошло с журналистом американским Good Morning America в утренней передаче канала ABC американского. Уилл Рифф облачился в серый пиджак. Что может быть более профессионального? И его тема совсем не готовилась к шуткам. Ну, то есть его тема не была шуточной. Он объяснял, что некоторые аптеки имели доступ к дроном, чтобы доставлять медикаменты. Но он думал, наверное, sans doute это, наверное, то есть не точно, не без сомнений, что его ноги будут закрыты, и опять я забыла, как вы меня переводили. И, кстати, новостной вот этой лентой, новостной вот этой плашкой журналист впоследствии имел достаточно самоиронии, чтобы посмеяться над собой. И там в статье вы видели, есть твит, про который он говорил, что он что-то более, забыла слово тоже по-русски, унизительно смешного, и придумать нельзя, как он выступил на канале. Антиметея, вот эта интимность личной жизни. Многие интернет-пользователи поблагодарили его за эту полосу смеха, за этот смех просто, за то, что дал повод. Некоторые даже его назвали, расквалифицировали, если вот дословно, национальным героем. Его коллега Жорж Стефанопулоса даже пошел дальше, утверждая, что он также не носил штанов в этот день, но его камера была немножко повыше. Как и для политиков, удаленка меняет практики вот эти журналистские. И самоизоляция, заточение карантин иногда заставляет проникнуть в личную жизнь журналистов. Таким образом, он авиуси до номер, и тут они слово пропустили, аниматэра, слово, многих аниматэров, ведущих мужчин и номероз аниматрисы, ведущих женщин телевидения, которые, помните вот эту конструкцию с инфинитивом, которые позировали перед своими библиотеками, книжными шкафами, библиотека — это книжный шкаф, и телезрители, и телезрители, и телезрительниц выпуска TF1 в 13.00, которые имели возможность увидеть вид такой захватывающий на сад Жанна Пьера Перно. То есть они примеры дают, как многие некоторые ведущие перед книжными шкафами, а даже в 13.00 в передаче вот на TF1 ведущий в саду был. То есть он вел передачу из сада. И дальше предложение, которое заключает всю эту идею, журналист, которого раскрыли в своей одежде, тоже облачении рабочим внутренним, ну то есть домашним, это должно было произойти однажды, и вот его как бы открыли, и не открыли, раскрыли, рассекретили какого-то агента секретного, то есть это произошло, должно было произойти, и произошло. Понравился ли вам вот этот перевод, всё ли вам понятно? Это мой первый вопрос, давайте подожду. У меня немножко медленнее всё это работает, и я вам задавала вопрос про то, как вы хорошо произнесли, и забыла, и забыла вас, как хорошо вы произнесли предыдущие вот эти слова от одного до десяти. Вот я видела, что уже кто-то писал, что прям на десять, и Наталья написала, и Таисия, что на десять. А другие? Расскажите мне, как вы хорошо произнесли, потому что произношение, чем лучше вы сами произносите, тем лучше и больше вы понимаете сослуха. То есть это, можно сказать, прямая связь? Мне кажется, можно. Есть прям качественная какая-то связь. Так, супер куль, смешная история, это вы на предыдущий вопрос отвечаете. Ну, тут пишут, что французская статья, и в Америке тоже о ней все говорят, и вообще, мне кажется, стелла на восемь. Сейчас так мало смешных новостей, что вот за такие новости хватаются, и уже сразу их пытаются всем рассказать. Восемь, десять, супер, восемь с половиной, десять, жениально, десять, вала, мы будем, браво, браво, девять, Мария, Je suis contente, я очень довольна. И теперь мы переходим с вами к грамматике. К грамматике мы с вами перейдем. Et les remarques, и remarques. Avec humour, это с юмором. И мне, что тут нравится, предлог, если вы что-то с чем-то делаете, то есть способ действия, внимательно, еще как-то, вы можете выбрать предлог avec, и дальше вот это вот качество, без какого-либо предлога, просто так, без какого-либо артикля, пардон. То есть внимательно, это avec attention, хотя можно заменить это на attentivement. С юмором, avec humour, что можно, avec, с чем-то еще можно, мне кажется, примеры сейчас голову не идут, avec humour, avec attention, avec tendresse, с нежностью, avec amour, с любовью, avec en, с ненавистью, avec ironie, с иронией. Запомните, без предлога. Можете себе дома, прям практически обязательно, рекомендация вам от меня, написать какие-то предложения, что-то вы делаете, и схарактеризовать это вместе вот с этими avec плюс какое-то качество. Вы нашли ошибку, может быть, я посмотрю, сейчас потом вернусь, напишем. Дальше, se tromper de, это ошибиться чем-то. Je me suis tromper de train, я ошиблась поездом. Потом, je me suis tromper de route, я ошиблась дорогой. Je me suis tromper de clé, я ошиблась ключами. Запомните примеры, чем вы ошибались, пишите. Дальше, il s'agit de, речь идёт. И этот глагол, это сочетание нам поможет, а вам поможет больше, если вы будете когда сдавать экзамен, пересказывать. Dans cet article, il s'agit de, и дальше продолжайте. Запомните, тоже пример себе составьте. Вот эта конструкция «mais non» во фразе, то есть вот запомните, как она у нас переводится во фразе, сейчас я вам её найду, потому что в русский я не могу перевести без контекста. Одну секундочку. Вот тут. «Mais affirme qu'il s'agissait d'un short et non d'un calçon». «No» утверждает, что речь шла о шортах, а не о нижнем белье. Вот эта конструкция «o», «ane», «me» и «da firme». То есть тоже можете какие-то примеры себе сделать, чтобы запомнить эту конструкцию. Дальше. «Avoir toutes sortes de conséquences, разного рода, любого рода последствия иметь». В том числе «y compris», если у вас дальше существительное «y compris Pierre», в том числе «Pierre», «y compris notre entreprise», в том числе «наша компания», если дальше идёт глагол «y compris de faire quelque chose», как здесь в статье. Запомните примеры, напишите. Дальше. Деепричастие на русском отрицательное. «Не поев», «не попив», «не написав», «не прочитав» и так далее. Я вам пока даю примеры, которые «savoir» формирует «passe-compose». Вы берёте «sans», берёте «avoir» и «participate» этого глагола. То есть «не поев» это, придумываем, «sans avoir manger». Давайте с вами, вы можете в голове у себя просто проделывать это упражнение. Дальше. «Не попив» это «sans avoir bu». Например, «я вышла из дома», «не попив», «je suis sortie de chez moi», «sans avoir bu». «Очень хотелось», и теперь мне вот жажда, меня жажда мучает. Дальше. «Не написав», «sans avoir écrit», «не поняв», «sans avoir compris» и так далее. Продолжайте, наслаждайтесь, придумывайте все разные примеры. «Arrivé à quelqu'un», что-то с кем-то произойти, случится. «Ça m'arrive jamais», этого со мной никогда не происходит. Или «что с тобой произошло», «qu'est-ce qui t'arrivé», «qu'est-ce qui t'arrivé», «что с тобой произошло». Дальше. «S'u prêté à quelque chose» — это «готовиться к чему-то». Например, «je me prête», ну так «je me prête», вообще-то. Что-то должно произойти вот сейчас вот-вот, и новость, которая должна была быть им анонсирована, не готовилась к тому, чтобы быть смешной. Вот такая немножко. Посмотрите, пожалуйста, примеры еще в Твиттере, чтобы, как я всегда рекомендую, как люди их употребляют, вам будет больше смысл понятен. Дальше. «Avoir recours» иметь доступ к чему-то, «avoir recours» aux soins médicaux, к медицинской помощи, «avoir recours» à la formation supérieure, к высшему образованию и так далее. «Saint doute» переводится как «наверное», не «100%, наверное», но в принципе и в русском «наверное». Дальше «de nombreuse internautes», «de nombreuse animatrices» — это наше любимое, любимейшее правило «вашля», когда прилагательное предшествует существительному, во множественном числе вместо артикля «d» с «s» мы должны ставить «de». В такой ситуации «d» неправильно ставить никогда, но его ставят, потому что это такая не очень грубая ошибка, но она показывает, что язык, вы знаете, хорошо, и в газетах пишут всегда правильно, и люди, которые очень-очень следят за своим языком и речью, они тоже говорят «de», но если кто-то скажет вам «de» или напишет «de», это не будет чем-то очень страшным. Дальше. Кого-то посчитать, кого-то в какой-то класс разместить — это будет «qualifier de». У нас тут было «on la qualifier» — «qualifier de héros national», по-моему, да? Обратите внимание, что слово «héro», там «de héros» — «нету сечения у «de», и я думаю, что вы знаете, почему, почему, можете написать пять секунд, почему у нас «de héros», прям быстренько напишите, а я вам сейчас расскажу, и пока я вам говорю, учитывая опоздание, вы уже успеете написать ответы. Так вот, у нас есть в французском два вида «h», «h-mue» и «h-aspire», то есть «h», которая у нас немая, и «h», которая у нас придыхательная. До XVI века «h» придыхательная произносилась прям такая «ha», или вот чуть менее выраженная, а потом перестала. Но всё равно видно, что она была у нас придыхательная, это вообще заимствование. Вот «h» обычно — это слова, которые французского происхождения. А вот «h» придыхательная, они заимствованы в течение истории французского языка были. Так вот, там оно не произносится, но не даёт сочетаться. Например, на слово «le héros», «герой», или, например, «les haricots». Забыла, как это слово называется. «Les haricots» — это у нас фасоль. Тоже там не говорим мы «les haricots», а мы говорим «les haricots». И если вам эта тема интересна, то вы найдите, пожалуйста, в интернете список всех слов с «h-aspire», «h-aspire», «h-aspire» — вам там много их дадут. Немного произносятся, самые популярные можете выучить. Voilà. Дальше. «Non plus» — это значит «тоже нет». У нас есть во французском «ossi» и «non plus», и переводится как «тоже», но тоже в аффирмативной, в утверждительной форме, и «non plus» тоже нет. Например, «je ne veux pas aller au cinéma», «я не хочу идти в кино», «я тоже будет moi non plus», «je ne suis pas d'accord», «я не согласна», «moi non plus». И у нас есть отдельное видео про это, которое сделал Пётр Лобанов, если не ошибаюсь, и я могу вам его скинуть, если не забуду. А если забуду, напомните где-нибудь, чтобы я вам его скинула. В общем, ну, в принципе, мне кажется, понятно. В отрицании «non plus» в утверждении «moi aussi». Дальше. «Il ne portait pas deux pantalons». Ещё раз напоминаю, что в отрицании у нас артикли неопределённые, в обычных функциях уходят и остаётся «дой». То есть он носит брюки, он не носит брюк. Voilà. Дальше. «Проникать во что-то, куда-то» — это «pénétrer dans». Мне здесь интересен предлог. «Pénétrer dans». Следующее. Это у нас с вами... Мы видели это несколько уроков назад, так что если вы не смотрели эти уроки, посмотрите с самого первого. Не волнуйтесь, что вы немножко неактуальны. Всё там актуальное. Вот. Так что конструкции с глаголами «перцепция восприятия», то есть это «видеть», «чувствовать», «слышать», всё что угодно, употребляются вместе с инфинитивами. То есть когда в русском я говорю, что «я чувствую, что кто-то по мне ползёт», не дай бог, комар, это будет восприятие. Или я вижу, кто-то идёт, или я слышу, кто-то, кто-то, что может, поёт, например. Это глагол восприятия. И вот смотрите, в русском «как кто-то», «как что-то», а в французском это будет, например, «j'entends quelqu'un chanter», «я слышу кого-то петь». И вот тут мы видели вот этих ведущих, как они позировали. «Он а ву дез аниматрис и дез аниматэр позе деван лор библиотек». Voilà. Я слышу, как мой сосед... Я вижу, как мой сосед выходит. «Je vois mon voisin sortir». Достаточно легко. Это к нам пришло из латыни. Дальше. «Вид захватывающий», «пренанте», «на». Мне, в принципе, здесь нравится предлог «на». «Ун вюсюр quelque шоза». «Окно куда-то», например, «выходит во двор». Мы говорим, «окно выходит во двор», а во французском «la fenêtre donne sur la cour». Запомните. Дальше. Глагол «découvrir». Мы с вами видели глагол «découvrir» в значении «открывать что-то абстрактное». Я, например, для себя заново открываю Францию. То есть вот до этого у меня было одно впечатление. Я не знал языка, например. И у меня одно впечатление о французах, о кухне, о культуре было. А теперь я, например, знала язык. «Je redécouvre le pays». Конечно же, разница есть, когда знаешь и не знаешь язык. А здесь у нас, здесь как раскрыт, как секретный тоже агент немножко, да, то есть он был под прикрытием, и вдруг его раскрыли. То есть синонимичность такая присутствует. Ну что, мы с вами идем к концу. Вы, наверное, у нас... Хотите, чтобы я прочитала это еще раз, а вы за мной повторили? Или можем не читать? Как вы думаете? Напишите мне. То, что я могу сейчас перелистнуть. Обычно я не читаю, но сегодня статья короткая, а я такая бодрая, что я могу прочитать. В общем, если хотите, чтобы я прочла вот это вот, а вы за мной повторили, пишите плюс. Не хотите, тогда мы переходим к статье, вы уже можете отдыхать, а я буду читать, желательно красиво. Вы будете слушать, потом скажете, как изменилось ваше восприятие. Вижу, да, хотим, но это пока один человек. Один человек, а нас... А нас 93. Уи читать. Посклицательный знак еще поставьте. Ну, читать. Ну, сказали читать, буду читать. Повторяем за мной. Если я читаю, значит, вы там еще больше должны стараться, чтобы я не зря читала. Он не va. Avec умур, se tromper de, il s'agit de, mais, non, рот не закрываем на non, чтобы не было гнусавого звука. Дальше. Avoir тут sort de conséquences, что я не искаживаю, Аривер à quelque chose. Se prêter à quelque chose. Avoir recours à quelque chose. Avoir recours à quelque chose. Avoir recours à quelque chose. Découvrir. Voilà. Сегодня у нас плебицит. Говорите прятать, буду прятать. Говорите прятать, буду не прятать. Но в принципе нужно не прятать. Можно, нужно прятать. Voilà, j'attends, j'attends, j'attends. И мы закончим с вами тогда. Так, нет, говорит Вероника, можно не прятать. А вот, вы будете не смотреть? Мне же надо, il faut pas. Ну, окей. Je commence à lire. Un journaliste rate son cadrage et ce film sans pantalon lors d'un duplex à la maison. Fail. Ce journaliste de la chaîne américaine ABC, en télétravail, a reconnu avec humour s'être trompé de cadrage, mais affirme qu'il ne s'agissait dans short et non, pardon, qu'il s'agissait dans short et non dans caleçon. Publié le 29 avril 2020 à 18h05, mise à jour le 29 avril 2020 à 18h05. 5 commentaires, 564 partages. Pardon, je ne vois pas de texte. Le télétravail pour les journalistes a toutes sortes de conséquences inattendues, y compris celle de révéler une intimité sans l'avoir vraiment choisie. C'est ce qui est arrivé à un journaliste américain de Good Morning America, la matinale de la chaîne américaine ABC. Will Reeve avait revêtu une veste grise, tout ce qu'il y a de plus pro, et son sujet ne se prêtait pas vraiment aux blagues. Il expliquait que certaines pharmacies avaient recours au drone pour livrer les médicaments. Mais il pensait sans doute que ses jambes seraient cachées par un bandeau d'informations. Le journaliste a eu ensuite suffisamment d'auto-dérison pour se moquer de lui-même. Intimité. Deux nombreuses internautes l'ont remercié pour cette tranche de rire. Certains le qualifiant d'au héros national. Son collègue Georges Stéphano Poulos a renchéri un affirmant que lui non plus ne portait pas de pantalon ce jour-là, mais que sa caméra était juste un peu plus haute. Comme pour les politiques, le télétravail change les pratiques journalistiques et le confinement fait parfois pénétrer dans l'intimité des journalistes. On a aussi vu de nombreux animateurs et nombreuses animatrices TV posées devant des bibliothèques et les spectateurs et les spectatrices du trésor de TF1 ont vu prenant sur le jardin de Jean-Pierre Pernaut. Un journaliste découvert dans son habit de travail d'intérieur, cela devait bien arriver un jour. Voilà, кстати, tout cela devait bien arriver un jour. Etageé должно было произойти quand-à-ta. Voilà, etageé, voilà, etageé, on a bien перевéré comme «geé » à un jour quand-à-ta, qu'au-lipo déni. Голос садится. Ну, ничего, я закончила. Dites-moi s'il vous plaît, как у вас восприятие изменилось? От одного, нет, от одного, от одного до ста процентов через дробь, как было в начале и как стало сейчас. Вы молодцы, все дослушали, все досмотрели. И duplexe, 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 non, duplexe, 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 duplexe. Потому что это не французское, мне кажется, слово, а не погружу. Может быть, потому что «p» потом, duplexe, duplexe, не слышала, что вы произносили так. Надо будет внимательно послушать, как они произносят. 90-100, super, 50-90 у Людмилы, genial, 30-75 у Натальи, bravo, genial. Завтра у нас, по идее, последнее занятие этого дополнительного выпуска из пяти занятий. Пишите свои комментарии, отзывы даже. Мы вам, кстати, ссылочки дадим, здесь же опубликуем после. Мы будем… Пишите побольше, чтобы был какой-то анализ вы могли сделать на фоне этого, что-то изменить. Напоминаю, страничка «Франкотеки» в разделе «Отзывы». Напишите, что вообще происходит, как вы себя чувствуете, нравится, не нравится и так далее. И у нас на странице. 30-50, 90-100, 50-100, 10-65, Таисия, super, Наталья 80-100, bravo, bravo, bravo. С эфини, всё закончили на фини. Желаю вам хорошего дня, хорошего вечера. Скоро вся информация будет здесь. Если что-то забуду, подсказывайте. Спасибо большое «Франкотеке» за сопровождение. И увидимся с вами завтра на нашем 15-м заключительном выпуске. Буду вас очень ждать. Теперь будет проходить так. Вроде бы вам всем понравилось сегодняшнее занятие. То, что вы меня, во-первых, видели в нормальной скорости, слышали, как оказалось лучше. И ещё и видели то, что вижу я. Так что «Vive Zoom». Я думаю, что это «Зум» надо поблагодарить. Au revoir, à bientôt и bonne journée.